Продолжение следует... Учереждениями образования, почетный доктор Белорусской государственной академии искусств, кандидат в богословие. С выступлением опыт преподавания факультативного курса «Духовность и патриотизм» в учреждениях общего среднего образования Республики Беларусь. Ваше Преосвященство, Досточтимый Владыка Антоний, честные отцы, братья и сестры, Христос воскресе! Ответственно говорить в этом зале простому священнику из Минска. Сразу попрошу прощения за, может быть, минутное превышение лимита, но, думаю, вам будет не скучно, так как речь пойдет о совместном проекте Православной Церкви в Республике Беларусь и Белорусского государства, школьном факультативе «Духовность и патриотизм». И вначале о почве. Народы России и Белоруссии разные, хотя и вместе, хотя основа нашего мировоззрения и единства одна – православное учение, православная вера и славянская кровь, а также пролитая кровь наших солдат, которые покоятся в братских могилах не одной войны. Россия позиционируется как православная держава. В русское православие даже западные тенденции проникали уже переосмысленными через православное видение белорусов. А жители Белой Руси подвергались жесточайшему окатоличиванию. А белорусская СССР готовилась стать показательной атеистической страной. Сейчас в России православные сады и школы, воспитательные проекты финансируются бюджетом или грантами и президента в том числе. Наши церковные инициативы, образовательные в том числе, пока еще дело рук доброхота в основном. Поэтому теперь о предпосылках. События 2020 года в Белоруссии заставили государство пересмотреть вопрос о воспитании граждан в духе патриотизма. Стал очевидным результат влияния западных неценностей на умы наших молодых людей. Люди за 20 лет нейтралитета школы были подготовлены к продаже Родины, в том числе через отрицание морали. Видимо, и поэтому государство впервые оказало столь большое доверие православной церкви, пригласив ее к сотрудничеству с Министерством образования в вопросе воспитания. В таких условиях родилась идея факультатива для школ «Духовность и патриотизм». Но не нужно думать, что это время пришло и все стало просто. Школа была и есть светской. И до сих пор с осторожностью относятся к церкви. А сотрудничество остается порой формальным и на бумаге. Мы, как и все, работаем в обществе потребителя и обывателя, пытаясь переформатировать его сознание. И в этой связи важно отметить юридическое основание. В 2003 году государство заключило соглашение с Белорусской православной церковью о сотрудничестве. С 2011 года действуют программы сотрудничества между Министерством образования и Белорусской православной церковью, которые принимаются на пять лет и реализуются по нескольким направлениям. Патриотическое воспитание, профилактика и коррекция девиантного поведения подростков, краеведение и сохранение исторической памяти, социальная работа, поддержка семейных ценностей, формирование библиотечного фонда и так далее. Тем не менее, прямо говорить о вере никто не имеет права в стенах государственной школы. Поэтому важно сказать о формате работы. Мы понимаем, что наша работа должна быть системной и республиканской по охвату. Иначе мы повторим путь личных контактов и локальных проектов наших предшественников. У нас также был опыт факультатива, да он и есть, основы православной культуры, некогда сделанные по образцу российского варианта. Но он проводится лишь максимум в 20% учебных учреждений, не имея динамику десятилетиями, тогда как духовность и патриотизм в этом году охватил сразу 60% школ. Давайте признаемся сами себе, слово «православный» имеет значение сегодня в основном в православной среде. А закон Божий уже не будет, как раньше, входить в общее образование, как бы мы этого не хотели. Кстати, эти 20% и отражают истинное количество воцерковленных людей, подтверждая мою мысль. В целом же слово «православный» часто пугает современное общество из-за множества стереотипов и незнаний собственной культуры. И именно с культурой нужно начинать. Поэтому несколько слов о концепции факультатива. Культура русского мира изначально строится на православном мировоззрении. Православная культура – это тавтология для регионов, где проживают восточные славяне. Более того, именно в православии крепко переплетены понятия Бога и Отечества, как гаранта сохранности истинного учения о Боге. Русский человек даже Царство Божие называет Небесным Отечеством, а так бы называл Раем, как в иных конфессиях. Вот почему факультатив получил название «Духовность и патриотизм». Факультатив создавался от обратного. Языком исторического и культурного наследия мы стали рассказывать о вере, расшифровывать послания наших предков. Например, мы хотим описать христианские добродетели для старших классов. Готовится модульный курс факультатива, который будет раскрывать национальные черты белорусов. Мы их возьмем из официальных исследований светских ученых, академиков. Но описывая эти черты, можно многое сказать, каким должен быть христианин. Ведь наши предки вели христианский образ жизни. И о толерантности тоже можно говорить с православным акцентом. Зато теперь учебник берет в руки любой гражданин, и ему понятно, привычно и интересно. Не нужно сразу прыгать до неба. Нужно стать на одну ступеньку выше земли. И вместе со школьниками мы пытаемся это сделать на уроках факультатива и на совместных мероприятиях, приучая ребят к мысли о важности и первичности духовной жизни над материальными интересами. Кроме того, для нас было важно в курсе создать предметные взаимосвязи, чтобы показать цельность духовного и материального миров, чего не делает предметное образование. Задача факультатива – привить навык нравственного выбора. А добавив в школу еще один час умственной нагрузки, было бы убийственно. Поэтому факультатив вовлекает ученика в эмоциональную сферу, воспитывает чувство, логику, мышление и волю. Без информационной перегруженности теории и числами. Урок представляет собой творческую коммуникацию детей друг с другом и педагогов. А еще факультатив не оценивает знания учащегося. Он создает атмосферу радости и общения, радость общения и познания. Творческий подход – это ключ успеха преподавателя, но часто он становится и камнем преткновения, так как легче дать информацию, чем напрячь свою душу и энергию. Педагогу нужно создать духовную атмосферу, поделиться личным духовным опытом, найти индивидуальный подход к ребенку, сплотить класс. Поэтому, как бы ни банально это звучало, кадры решают все. Вот почему важны команда и авторский коллектив. И мы понимали, что в системе образования действуют правила, тонкости которых мы, которые нам неизвестны. Поэтому мы пригласили в команду лучших светских методистов из Академии постдипломного образования и Национального института образования. Мы смирили свою где-то гордость и слушали их. Слушаем их практически во многих даже мелочах. Мы делаем курс о Белоруссии, поэтому в нашем коллективе есть даже представители иных конфессий, хотя они не пишут тексты, выполняя другие функции. Зато наградой совместной работы является гриф государства. И еще. Учить в школах в Белоруссии имеют право только люди с педагогическим образованием. В Белоруссии священников, имеющих педагогическую корочку, чуть больше двух десятков на всю республику. Поэтому преподают факультатив миряне, светские педагоги. А это значит, что формальный подход, незнание азов православной веры, не имение минимального опыта во церковлении, будут сказываться на эффективности факультатива. Поэтому параллельно необходима большая работа с учителями. Для этого у нас организована каскадная система подготовки, создана республиканская система ресурсных центров, а за школами закреплены священнослужители. И роль священника не провести факультатив. Это в идеале, конечно, но быть в школе другом, советчиком, духовным авторитетом. Его задача – сломить преграду отчуждения и навести мосты. Не каждый батюшка сможет общаться с детской аудиторией и специфическими педагогическими коллективами. Поэтому важно, кто будет закреплен за учебными учреждениями. И мы видим решение возникших проблем, нехватки компетенций для проведения факультатива в реформе и теологического образования. Теологам нужны педагогические азы, а педагогам – теологические. Но это уже более дальняя и сложная перспектива. Большую роль в прокладывании мостов взаимодействия играет храм-памятник в честь всех святых в городе Минске, который сейчас получил статус национального мемориального комплекса. Когда светский человек воочию видит конкретный результат работы церкви по сохранению исторической памяти, социальную работу, он заинтересован в сотрудничестве. У него сами собой рушатся стереотипы о рабстве, об однобокости и отсталости православных. И многое другое. Необходимо регулярные совместные встречи духовных лиц, представителей администрации, педагогов и студентов педагогических специальностей, которые бы вдохновляли людей к саморазвитию. Здесь важно искренное, горячее слово духовного лица. Но и в завершение. Учебно-методический комплекс. Архи важно, чтобы он был. Важно, как он выглядит и как подан. Красочные, содержательные учебники, пособия для ученика и готовые методические указания для учителя. Это гарант успешного воплощения проекта. Наши учителя сразу оценили заботу о них. Родителям и детям нравится учебник, несмотря на то, что он еще далек от задуманного идеала. Учебник должен развивать вкус. Его оформление должно быть таким, чтобы было приятно и глазу, и рукам. И содержание, и оформление одинаково важны. Мы сделали лишь первый шаг. Завершили до конца только один год обучения. Впереди еще огромная работа по факультативу. Но уже на этом этапе он консолидировал светских и духовных лиц, выявил наших соратников среди мирян, развернул общественность в сторону церкви. Даже светские СМИ, которые не жалуют духовные темы, стали к нам лояльнее. Мы ожидали бурной реакции светского общества. Но, скажу честно, к удивлению обнаружили большее непонимание в некоторых плоскостях православной среды. Факультатив – это лишь малая и легкая задача по сравнению с целью, которая стоит перед всеми нами. Наша конечная цель создания атмосферы в школах, способствующей формированию и развитию духовной жизни, когда учителем используется каждая возможность для формирования человечности и нравственной ответственности в ребенке, когда учитель чувствует свою причастность в том, кого выпустит во взрослую жизнь. На первый взгляд, наша цель далека от просветительской, миссионерской или какой-либо другой церковной задачи. Но каждый правильный малый шаг в заданном направлении – это новый прихожанин в каком-либо храме, это новый кандидат в духовные школы и настоящий гражданин нашего земного отечества. сие проверено нашим скромным опытом. Благодарю за внимание. Спасибо, Господи, дорогой батюшка. Желаем продолжения вашего проекта и молимся за белорусскую церковь. Всегда очень усердно. Спасибо Господи. Спасибо. Спасибо.